Добрый день дорогие друзья, приветствую в экономике здравого смысла, с вами Ярослав Романчук, будьте с нами, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Сегодня тема легализация государственной эксплуатации беларусов. 21 марта Лукашенко подписал указ о том, как работать работником промышленных предприятий в выходные и праздники. Почему вдруг понадобился целый указ для того, чтобы делать то, что на самом деле нарушает законы трудового кодекса, законы так называемых социальных достижений. Лукашенко озаботился тем, как максимально использовать компетенции, знания, умения существующих трудовых ресурсов, потому что других нету и организовать их собственно нету не представляется возможным. Представляете, целый указ для того, чтобы легализовать что. И вот, друзья, как достижение беларусской модели, нам говорили на пять дней работников, во Франции это еще меньше, мы защищены трудовым кодексом, у нас целое министерство труда и социальной защиты, профсоюзы, в общем смотрящих за тем, чтобы бедного беларусского пролетария не ущемляли, не эксплуатировали, достаточно много. Все это на бумаге есть. И вот тут Лукашенко вдруг делает такой указ. Почему вдруг понадобился указ о том, чтобы легализовать работу в выходные и праздничные дни и работать много. Работали 8 часов, будут работать 12 часов, 13, сколько угодно. А если ты не будешь работать, друзья, что в этой ситуации будет? Правильно, тебя просто выкинут с работы, либо ты будешь в очередь билетом. Особенно это касается тех в небольших городах или тех специальностях, где государство является монопольным работодателем. Это, друзья, элемент очередной крепостного права. Это то же самое, что студентам после распределения, после университета отрабатывать 5 или 7 лет. Это то же самое, что отрабатывать, если ты не иждивенец публичных работ. И вот, пожалуйста, еще один элемент крепостного права эксплуатации, четкой эксплуатации тоталитарного белорусского государства, обыкновенных людей, пролетариата. Ну, блин, Маркс и Ленин и прочие тоталитарные правители, идеологи, они же хотели защитить, вроде бы, пролетариат. И Лукашенко, вроде бы, говорит, что он за вот Советский Союз, он же такой за расчетник прав работников. И тут, пожалуйста, как же он так нарушает трудовое законодательство, основы труда для того, чтобы эксплуатировать человека? А сколько будут платить вот за эти сверхурочные? А сколько будут платить за работу вот на промышленных предприятиях? Их почему-то вдруг сейчас? Вопрос очень простой, друзья. Потому что Лукашенко хочет максимально заработать на войне. Он максимально хочет получить от России денег для того, чтобы реализовать как можно больше инвестиционных, промышленных, производственных проектов, потому что он понимает, куй, железо, пока горячо. И плевать на стандарты защиты социалов, там работника на рабочие места, на все вот нужно берет, дает России деньги. Нужно брать, нужно использовать. А поскольку это не государственное, не частное предприятие, и деньги государственные, то нужно тут, понятное дело, как-то творчески подходить к закону. Ну, этому ему учить не надо, поскольку он с 95-го, 96-го года творчески подходит к конституции, к избирательному законодательству, к любому другому закону, который мешает ему узурпировать власть. И вот пришло время и до трудового кодекса. А зачем вообще нужен трудовой кодекс? Кому он помогает? Кого он спасает вообще? Кого он защищает? Или установление минимального уровня заработной оплаты помогает как-то стимулировать, значит, работодателя, государство? Опять-таки смотрим мы на цифры. По итогам 22-го года Беларусь заняла там 67-е место по чистой заработной плате, друзья. Это более чем в два раза хуже, чем в Польше, где нету принуждения к вот такого рода труду. Где работают демократические принципы, где гораздо-гораздо больше частный сектор. Я уже не говорю про Чехию, про Эстонию, про Германию, про Тайвань, про многие другие страны, которые гораздо ближе к стандартам современной капиталистической экономики. Но Лукашенко все делает по указу. Вот есть приказ, есть указ, вот будете делать. Если кто не согласен, судитесь именно. А что такое судиться в Беларуси судом, который тотально полностью подчинен Лукашенко? Это просто портит тебе репутацию, создавать тебе статус нерукопожатного для работодателя государства. То есть, грубо говоря, идти с волчьим билетом на рынок труда или думать уезжать из страны, либо просто бомжевать. Вот, друзья, а бомжевать тоже нельзя, потому что если ты станешь бомжом вдруг или станешь бетунеядцем, то за это тоже нужно будет платить. Вот так, друзья, такое отношение белорусской власти, ЗАО «Семья» к обыкновенному работнику промышленного предприятия. Не защитить, не позволить ему зарабатывать больше, а заставить. Заставить указом, заставить законом, потому что другой альтернативы, кроме занятости на государство, Лукашенко практически никому не оставляет. Друзья, спасибо большое за ваше внимание экономики и здравого смысла. Будьте с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Же Беларусь! Слава Украине! Слава Украине!